Жители городского поселения Сверловский в минувшую субботу смогли задать вопрос или рассказать о проблеме руководителю администрации Щелковского района Алексею Валову. На приеме в культурно-спортивном комплексе «Городище» присутствовали также глава поселения Александр Митяж и временно исполняющий обязанности руководителя администрации Сверловского Сергей Бедягин. В основном жители приходили с вопросом по переселению из ветхого жилья. Алексей Валов ответил, расселение начнется ориентировочно с 15 декабря этого года. Первыми на очереди дома номер 1 и 1А на улице Набережная. Далее по графику, который будет составлен в ближайшее время. Теперь все полномочия у правительства Московской области. Это и утверждение проекта планировки в том числе. То есть перед тем, как утверждать проект планировки, должно пройти МВК, должно пройти городсовет. И после этого утверждается проект планировки, плюс еще общественное слушание у вас будет. На общественных слушаниях вы увидите, услышите, какие дома будут сноситься. И как только будет утвержден проект планировки, мы представим вам даже квартирограммы, куда вы будете переселяться. Нина Безродова пожаловалась Алексею Валову на то, что в поселении нет ни банкомата, ни отделения Сбербанка. Чтобы снять деньги с пенсионной карты, ей и другим жителям приходится ездить в соседние поселения. Алексей Валов пообещал решить проблему. Сбербанк, отделение здесь будет когда-нибудь? Или мы вынуждены будем пешочком топать до автобуса, ехать в соседние населенные пункты? По Сбербанку даю слово. Во вторник я проведу с ним совещание. Он мне в течение недели узнает, какая все-таки перспектива по этому зданию. Если вдруг перспективы не будет, значит мы заведем другой легитимный банк, который находится под контролем Федеральной службы безопасности, который прогарантирует то, что он не будет лишен лицензии. Спасибо. Обязательно все проработаю. Встречусь во вторник с уважаемым коллегой. Он, я говорю, буквально в эту пятницу у меня был, я просто не знал этой проблемы. Я с ним встречусь, проговорю и я уверен, найдем подходы на то, что Сбербанк все зайдет. А если не за Сбербанк, а за другой банк. На эти и другие вопросы руководитель администрации ответил и дал распоряжение по большинству из них на месте. Всего на личный прием пришли 10 жителей. Встречи Алексея Валова с населением будут проходить систематически и помощь будет оказана всем обратившимся. Мария Масайли, Сергей Василевский, телерадиокомпания, Щелково.